Студия Купа Студия Купа Студия Купа Студия Купа Несколько таких задач, определить какие-то сообщества, которые там формируются, понятия интереса этих сообществ под тем данным, которые нам доступны, приходится применять такие технологии, технологии работы с большими объемами данных. Большие объемы данных – это сам интернет. Вот у нас есть слепок, да, Саша? Интернет 2012 года, который мы получили от университета Милон-Корнеги. Как бы академической программе. И там два диска с огромным объемом данных, 14 терабайт. Вот чтобы даже их разместить на наших серверах, это уже нетривиальная проблема. А дальше мы хотим анализировать, что происходит в интернет. И это отдельные задачи. С такими объемами данных. Ну, сейчас все этим занимаются. Сейчас крупнейшие компании, Intel, IBM, все лидеры IT работают с большими данными. Это востребовано бизнесом. В бизнесе, в больших сетях возникают, непрерывно происходит рождение этих данных. И нужен так называемый дата майнинг, то есть интеллектуальный анализ. Прежде чем его сделать, надо уметь с этими. Именно специфика последних лет в том, что данных очень много. И они разнородные. И они в динамике приходят. Очень много мусора в этих данных. Ну, это другая история. Очень много лишнего того, что можно выкинуть, и данные становятся совсем небольшими. Вот недавно мы работали, надали файл на 190 гигабайт, а осталось всего лишь там сначала 7 гигабайт, а потом вообще несколько мегабайт, когда мы выделили только существенные данные. Так что часто то, что называют big data, это совсем не big data, а достаточно небольшое количество информации. Нет, это big data, но мало информации. И ее надо уметь извлекать. Вот в этом проблема. А какие задачи решаются сегодня при помощи больших объемов данных, и какие для этих целей используются инструменты и технологии? Я могу сказать, что сейчас, например, очень популярное такое направление, как интернет-вещи, Internet of Things. И, то есть, с одной стороны, это направление, которое генерирует как раз эти большие объемы данных. То есть сейчас большое количество устройств, даже в каком-то 2012 году, по-моему, устройства стало больше, чем людей. И они, с одной стороны, порождают данные, а с другой стороны, они, ну, как бы, самоустройства предназначены для того, чтобы обрабатывать их. Например, там, справляться с этими данными, например, предсказывать какие-то интересные вещи для человека. Например, там, улучшать его результаты на основе мониторинга состояния. Например, спортсмен, когда тренируется, да, чтобы на основе данных. Вот есть очень популярная технология, она называется лог-анализ. Мы с ней недавно познакомились. Это когда записывается в реальном времени сессия поведения, ну, индивидуума. Например, вот в нашей ситуации, в одном из проектов, это пользователь программного обеспечения. А производителю интересно, как пользователь использует его программное обеспечение. И нам поступает, вот он может собрать, поскольку у него есть договоренность с пользователем, что он дает такую возможность данные, как пользователь обращался с его программным обеспечением. И интересная задача понять, хорошо ли, все ли хорошо в этом программном обеспечении, нет ли каких-то таких явных багов, которые облегчили пользователю использование. Почему пользователь, начав, значит, использовать ПО, вдруг отказывается и решает, что это ему вообще не нужно. И вот это типичный пример работы с большими объемами данных, причем это известная вещь, которая называется лог-анализис или анализ последовательности действий. И вот там действительно данные копятся каждый день, они не ограничены, их много. То есть, благодаря вот вам сейчас этот рассказ, я уже понял, что одна из задачей, при работе с большими объемами данных, это аналитика действий. Например, поведение пользователя в интернете. А когда он что-нибудь ищет, а можно ли при помощи алгоритмов давать какие-нибудь реальные прогнозы? То есть, прогнозы дела не благодарны, но при помощи алгоритмов можно ли? Да, конечно же, можно. Ну, кстати, в продолжении, то есть, Валерий Александрович говорил, по поводу лог-анализа, например, в компьютерных играх, в онлайн, там тоже данные действия игроков собираются, стараются производители компьютерных игр предсказывать, когда игрок выйдет из игры, или, ну, по его поведению, они же хотят его как можно дольше удержать, чтобы, собственно, с него деньги собрать, которые он там покупает на вещи или какие-то, ну, тратить в той игре. И вот его действиям тоже можно предсказать, и они с очень большой точностью умеют, там, может быть, больше 80 или даже под 90% определить, что пользователь его сейчас, он уйдет из игры, и они стараются его как-то удержать там. Да, вы упомянули, это целое направление исследований и разработок, это рекомендательные системы, которые неизбежно, прогноз содержит в себе поведение человека. Рекомендательные системы человек, когда использует какой-то объект, не знаю что, надо понять, что ему предложить дальше, чтобы он остался в системе. А для этого надо сделать прогноз его поведения. На это сейчас приличные средства выделяются. Я думаю, что даже в будущем будет много человек собираться данных, ну, его какими-то медицинских показаниями, что он делал, да, что ел, что покупал, чтобы им потом помочь справиться с каким-то проблемами и сказать, ну, типа, это тебе не стоит делать, а то тебе останется прям чуть ли не число, ты будешь видеть, сколько тебе лет осталось жить. Вообще прогнозы это глобальные научные проблемы, все хотят прогнозы, а вот с большими данными это отдельная история. Вот смотрите, а вот сейчас вы упомянули сбор данных о пользователях, о интернете, о том же самом, а не противоречит ли это нормам закона? Ну, например, если человек хочет сам же о своем здоровье, это его же интерес, то он готов эти данные предоставлять, ну, или какое-то соглашение он с тем, кто его данные собирает о нем, он соглашение подписывает, что тот не передает третьим лицам, не использует в каких-то коммерческих целях. То есть дело добровольное. Да, но вообще большие данные, они, с одной стороны, это как бы тяжело тебе с ними обращаться, надо все равно, что у тебя есть бетонная плита огромная, одно дело, из каких-то маленьких вещей что-то построить, когда большое просто что-то тяжелое, с ним неудобно обращаться, нужны специальные экраны, какие-то инструменты. Но, с другой стороны, это большое благо, из него можно очень много информации извлечь, то, что нам раньше было недоступно, мы можем превратить медицину в пресайз-медицину, есть такой термин, что абсолютно точно мы сможем ставить и диагнозы, и прогнозы о человеке, ну, и во многих других сферах жизни. Кстати, совсем недавно американские университеты, они объединились для создания единой, и госпиталей для создания единой базы пациентов. Просто это значительно улучшает диагностику, а вот еще тенденции у нас, скажем, единая база заемщиков, кредитных историй и так далее, это одна и та же тенденция. Банкам тогда становится гораздо лучше делать свои, как бы, решения принимать. Николай, вы хотите что-то добавить? Да, я хотел сказать, что по юридическим вопросам, то есть это всегда тонкий момент, и в каждой стране, естественно, по-разному решается, но в целом они, например, разработчики программного обеспечения, или там, ну, кто собирает данные, стараются составить какие-то вот соглашения о пользовании таким образом, да, чтобы мы, начав использовать какой-то инструмент, согласились, там, поставили эту галочку, да, на соглашение, которое обычно никто не читает, да. Да, сейчас все этого хотят. Да, что мы согласны, что мы, что они собирают эти данные. Что они следят за нами. Естественно, будут использовать их анонимно, но как-то будут использовать. Но за это программное обеспечение или другая услуга бесплатно представляется, только ради того, чтобы собрать данные. Вот, кстати, а где надежнее хранить большие данные? На физических серверах или при помощи облачных технологий? Кто ответит? Давайте попробуем я ответить. В принципе, то есть, тут особенно зависит, конечно, от объемов данных, от того, для каких задач они решаются. То есть, надежность здесь, наверное, не самое главное, потому что надежность – это вот то, что мы привыкли понимать. Данные, которые в базе данных, которые используются для каких-то оперативных решений, там, ну, сведения о сотрудниках предприятия, то есть, ну, что-то такое надежное. А здесь все-таки выходим уже на новый уровень. Это, ну, условно называется он тактический уровень построения информационных систем, когда не только оперативная информация обрабатывается, хранится, а когда делается уже попытка провести какой-то анализ, то есть, в том числе, вот, и сделать какие-то прогнозы. И здесь уже данные – это не просто данные, которые вот каждое по себе, оно конкретно важно. Нет, здесь совсем другой уже подход к данным. То есть, здесь данные уже, они обезличены, по большому счету, и в них автоматически предполагаются и проблемы, и такие вопросы, как надежность, они, в данном случае, ну, для вот таких вот аналитических задач, они не так важны, ну, в смысле, надежность в плане того, что потери, потому что, ну, известно, что все данные, уже Михаил сказал, там есть проблемы, есть неточности, и надежность там, она не какая-то. То есть, все решение определяется, где хранить данные, как их хранить, как обрабатывать, определяется теми задачами, которые есть, теми алгоритмами, которые используются какие-то. Ну, сейчас, вот для очень больших объемов данных, конечно, идет вот эти облачные вычисления, облачные технологии, ну, это просто, то есть, уперлись в какой-то предел, который есть для обработки, обрабатывать хочется все больше и больше, потому что большие данные, правильно Саша сказал, это не проблема, это благо, по большому счету. То есть, с помощью больших данных можно сделать то, что раньше было сделать вообще невозможно. То есть, вот, коллеги еще не привели пример, а есть то, что пользуемся мы все ежедневно. Ну, например, системы, связанные там с распознаванием речи, с голосовыми помощниками, да, это вот, ну, это вот, это стало известно, возможно, только благодаря тому, что есть какие-то, появились какие-то большие базы речевых данных. То же самое там, например, распознавание изображений, тоже, то есть... Анализ текстов. Анализ текстов, это вот все туда же, и это благо. То есть, сейчас, в принципе, даже вот то, что наблюдается тенденция другая, что очень часто многих компаний они бы хотели большие данные использовать, и технологии эти используют, но у них их нет. То есть, и тут уже вторая проблема, то есть, они хотят... Они отстают, да, они отстают в конкуренции в этом плане, потому что, то есть, они хотят вот этот вот аналитический уровень, то есть, хотят делать прогнозы, а в какой-то момент появляется, наоборот, проблема уже малых данных. То есть, в том числе, что их недостаточно. Я понял. Михаил, а вот есть ли возможность отсекать лишнее при обработке больших объемов данных? Вот вы говорили, что вы получили в самом начале все это какой-то материал большой, а от него в итоге осталось там всего ничего. А вот именно сразу отсекать не нужно. Есть ли такие возможности? Да, во-первых, сами данные могут быть представлены в таком виде, где много лишней информации, многое может быть продублировано. Много там, например, если это речь о таблицах, многие строки могут быть продублированы, там, заголовки таблиц и так далее. Это чисто техническое, то есть, сам формат данных может быть очень неудачным, и они могут занимать большое место. Это первое. Во-вторых, просто сами данные могут содержать большую избыточную информацию, которая не относится к исследуемому юбилению. То есть, много параметров, которые никак не влияют на то, что мы хотим прогнозировать, то, что мы хотим исследовать. Вот, сами эти параметры можно отфильтровывать. Есть ряд методов, которые позволяют выделить главные факторы. И есть ряд методов, которые позволяют оставить очень мало существенно влияющих, существенно важных данных. И математические методы есть, и алгоритмические подходы, и это все применяется. И есть статистические подходы, когда у нас данных слишком много просто по объему, и чтобы анализировать, мы хотим взять достаточно статистически значимую выборку из них, которые достаточно представительны, чтобы отражать все важные свойства. То есть, да, методы есть. Я добавлю, автоматической, единой системы, где бы вам все отфильтровали, нет. Есть инструменты, а дальше это искусство. Инструменты, это называется knowledge-discovering database, то есть извлечение данных из баз данных. То есть, как рассказать. Знание. Да, извлечение знаний. Извлечение информации, фактически, по большому счету. То есть, что Михаил сказал. То есть, сколько в данных информации, это... Заранее неизвестно. Может быть, ноль, например. Но такие технологии есть, и технологии, и этим надо уметь пользоваться. И, в принципе, это одно из того... Есть, кстати, еще один аспект. Когда... ...наши программы. ...вот эти данных столько много, и приходится в них искать, как, например, искать нужную страницу в интернете, а там колоссальное количество, нужны специальные технологии. Вот у нас Саша занимается поиском, быстрого поиска. И это отдельная история. Ну и, Саша, Крадсик, что это за отдельная история? Ну, вообще, в принципе, математики давно этим занимаются, и кто-то занимается алгоритмами. То есть, мы изначально пытаемся построить такие алгоритмы, которые... Данные, которые нам поступают на вход, организуют так, что потом с ними обращаться максимально хорошо. Ну, собственно, математика такой перфекционист, занимаются люди, которых стремятся к идеалу, изучают какие-то фундаментальные идеальные структуры. И, конечно же, они пытаются выяснить и построить наилучшие такие алгоритмы, и причем еще доказать, что лучше сделать нельзя. Ну, собственно, эти методы исследования этих подобных задач выливаются в алгоритмы, которые потом уже применяются в информационных технологиях больше, в смысле в системах информационных. То есть, вот смотрите, не традиционные способы хранения этих данных, а организации между ними связей, потому что в традиционной таблице они разрознены. А новые технологии делают, при поступлении данных сразу устанавливают некоторые их связи с другими, которые близкими в каком-то смысле к ним являются. Так что после того, как мы делаем запрос, поиск очень быстрый происходит. Ну, быстрый в том смысле, что релевантный, то есть действительно правильный и по скорости подходящий. И у меня будет к вам, ко всем, последний вопрос. Каких успехов добились вы в вашей лаборатории алгоритмов и технологии анализа сетевых структур при работе с большими объемами данных? Кто рискнет ответить первым? Ну, у нас несколько направлений есть. Ну, вот то, чего Александр говорил, там довольно такой перспективный сделан алгоритм. Это еще происходит от начала было положено в стартап-компании Меру ЛАПС. Когда-то такая существовала. И после того, как компания перестала существовать, значит, Александр пришел в лабораторию и продолжил исследование. Его руководитель тоже с нами связан, Крылов Владимир Владимирович. И здесь есть хорошее продвижение как раз по организации данных для быстрого поиска, по установлению связей. Вот. Ну, вот Андрей у нас, Савченко, это такой молодой перспективный специалист, только что защитил докторскую диссертацию. Поздравляю. Буквально месяц, по-моему, назад. Полтора месяца. У него выходит монография в издательстве «Спрингер». Это новые алгоритмы распознавания образов и звуков в условиях, когда число наблюдений, выборка, по которой мы должны как бы определять, кому принадлежит тот или другой образ, очень мала. Это старые задачи, и здесь есть тоже определенные продвижения. Но и она относится к анализу, связанному с большими объемами данных. Насколько я понимаю, это очень большая и важная работа. Да, мы верим в это. По крайней мере, нам интересно. Что ж, спасибо большое за столь содержательную и, главное, познавательную беседу. А я напомню, что на вопросы ведущего в студии «Купол» отвечали сотрудники Нижегородского филиала Высшей школы экономики. Валерий Калягин, Михаил Бацин, Андрей Савченко, Александр Пономаренко и Николай Карпов. Оставайтесь с нами, следите за трансляциями.